так добрый день коллеги приветствую всех на утреннем обзоре сегодня традиционного вторник последний день января мы с вами здесь непосредственно на рынке да так сказать ну у меня небольшой казус произошел казус связан из компьютера значит рабочая машина мы вчера полностью отказалась работать что-то из них умерло значит поменяли поменял я жесткий диск надеюсь что только он у нас убился вот и ничего другого неприятности мы не обнаружим поэтому сегодня я полностью восстанавливаю машину свою сюда и обзор будет такой немножечко ну так сказать экстримом с экстримом потому что не все графики успел настроить таким образом каким обычно настраиваем но тем не менее мы с вами начнем продолжим пишите комментарии если будет какие-то там замечания потому что есть подозрение что по звуку есть замечание там посмотрим ладно поехали значит у нас 31 число 31 число мы с вами во вторник сегодня неделя очень интересная должна быть эта неделя должна быть интересная потому что на этой неделе у нас такие события как решение по процентной ставке в англии структура голосования и инфляционный отчет который могут привести в движение рынок в четверг да у нас что еще нас фонс первый в этом году где процентная ставка скорее всего не будет изменена но будет интересно посмотреть что думает фрс касаемо дальнейшей монетарной политики но честно говоря не думаю что будет что-то там сверх новое и неожиданное для нас вот и европейский центральный банк тоже со своей пресс-конференции тоже сидит на этой неделе а еще нонфарм так и нонфарм нонфарм который состоится в эту пятницу первые даже не первые а вторые месяц второе публикация в этом году нонфарма и первое при трампе конечно же делать выводы за вот столь короткое время там 10 дней до власти делать выводы конечно же нельзя еще никакие надо подождать хотя бы дней 100 да ну вот к осенью к поздней весне ой к осенью к поздней весне к началу лета мы с вами можем уже наблюдать на какие-то какие-то изменения звук нормальные обычные спасибо за комментарий потому что у меня есть были подозрения что что-то идет не так ну поехали что сегодня конкретно нас ждет в китае новый год у нас здесь да у новый год у них целый целый вот эту всю неделю продлится поэтому китайцы без нас вернем и без китайцев да и китайцы без нас потому что границы если закрыли внимательно стоит обратить внимание на доклад по денежно-кредитной политики банка японии вот видите какие казусы у меня могут быть какая-то непонятного цвета карандашик доклад по кредитно-денежной политики банка японии внимательно следим здесь у нас стоит время предварительно это значит что мы ну как сказать во времени пока неизвестно да но японцы это для них обычное дело для них обычное дело время вот таким образом не ставить а если даже время стоит например как здесь пресс-конференция банка японии который состоится по моему местному времени в 14 часов 30 минут в москве это 9 часов 30 минут утра да ну не факт что произойдет именно в 14 30 потому что японцы в этом плане не пунктуальны и они могут легко и запросто сделать финт еще до обозначенного времени будет ли реакция скорее всего нет если они опять не пообещают выбрасывать деньги из вертолета тогда реакции быть не может больше фактически новости новостей там нету то есть там ничего нового не сказать не могут а вот выступление главы европейско-центрального банка марио драги в 16 00 москвы этого 11 00 но честно говоря не знаю чем это может закончиться наверное стоит упускать из внимания потому что это не обычная пресс-конференция это выступление даже честно говоря не знаю где конкретно и если уж честно говорить то в европе в европе сейчас в ряде стран европы выборы в этом году и много спекуляции будет именно на эту на эту тему выборов кто смотрит новости те уже примерно представляют что в европе теперь появилось две беды первый из них это brexit которая была уже известна и вторая беда это трамп который дал им собственно говоря возможности ним под задуматься и порешать кого и какие вопросы поэтому все вот это вот и вот трамп и выборы все это будет на намного лучше отыгрываться валюты нежели монетарная политика но если конечно марио драги не скажет что они сворачивают свою программу количественного смягчения в 16 00 сегодня то реакции не будет но скажет он или не скажет скорее всего нет то есть для этого есть специальные пресс-конференции в которых он обязан такие вещи говорить но не так что еще индекс потребительских цен начата в еврозоне 1800 и насколько я понимаю это да это индекс потребительских цен и что еще важнее ввп ввп причем это предварительные данные по ввп то есть они считаются это первичные данные за четвертый квартал которые были посчитаны относительно на скорую руку поэтому здесь тут в графе фактическое может быть ошибки ошибки очень серьезные ну что значит ошибки то есть прогнозное число такое а вот фактическое значительно иное что может привести к какому-то импульс на рынке тоже внимательно относитесь к этому 18 0 местного и получается 13 дня москвы ну и в принципе то и все индекс доверия потребителей это ерунда какая-то на этом у нас сегодня понедельник закончен то есть мы ждем японцев с утра мы поглядываем на марио драги и и все даем с утра изменение занятости по новозеландии но мы его пока пропускаем давайте теперь по сантименту по валютным парам что нам там готовят как видите нет у меня там обычного кластерного анализа не красит кластерного графика в тассе не успела его настроить поэтому с вами боимся просто просто профилем так и вот здесь у меня есть вопросы канадец вот так вот мы с вами будем смотреть поехали евро значит что по евре значит вчера очень сильное движение был на самом деле я думал что в понедельник ничего не состоится она ведь как сделать состоялось более того мы упали да практически вот сюда где эту нас 106 25 я не ждал что это будет 106 25 здесь понятно давайте посмотрим что случилось так сказать в этот раз но обращаю внимание что мы как будто бы находимся как будто бы совершили какой-то вот ложный пробойчик очень интересный он стоит за ним последить то есть у нас было своего рода поддержка и были стопы под ним и по моему это отмечали вчера и мы приехали по стопам потом три дня завернули завернули вверх и вот обычно вот такая картинка до подсказывает что мы должны двинуться как бы вверх сантимент не подсказывает ничего интересного ну к наверно кроме того что посмотрите да вот начиная с 106 40 106 45 это получается 45 где-то здесь 40 это где-то здесь в общем начиная вот отсюда по текущую цену в основном люди застряли в продажах то есть здесь были участники рынка которые за шартили и здесь вот но я понимаю почему не шартили кто-то здесь шарти кто-то на откате шартил то есть здесь есть так сказать так сказать страна застрявшая по идеям вот этот ложный пробой он и предназначен в принципе для того чтобы у застрявшая сторона поэтому это обычно и это нам показывает о том что мы должны сами двигаться вверх обращаю ваше внимание на собранное количество некое количество отложенных ордеров типа стоп ордеров 107 70 и 107 95 107 70 понятно это самый самый хай то есть здесь есть топы и на них мы да вот они так где они вот они здесь есть топы и мы на них можем прокатиться то есть фактически если это был ложный пробой то мы сегодня должно видеть движение вверх на пробой и так далее и так далее дайте как глянем и почему у меня не хочет включаться сейчас секундочку так принимаем мое так вот давайте профиль теперь посмотрим что было фактически за вчера это тоже евро доллар это фитиш на евро доллар обращаю ваше внимание да как мы достаточно четко по итогам за вчера было скопление здесь очень интересное потом мы собственно провалились накопились даже здесь успели накопиться потом обращаю ваше внимание тоже еще один импульс и вот здесь в точечке набирается объем очень интересно джалька дельта я не включил потом смотрите здесь добор идет очень интересный и в принципе здесь да какая-то раз сразу активность выскочила и мы с вами пролетаем уверенно пролетаем вот этот диапазон цен то есть это в принципе и уверенно как мы видим с вами пролетаем вот этот депутом цен то есть это есть ни что или какое кложный пробой поэтому сегодня мы с вами рассчитываем на движение по евре вверх я буду себе трогалиオтевый откуда что пойдет но давайте еще посмотрим то есть где у нас тут возможены откаты если они будут таковые в принципе отката быть не должно то есть у нас есть диапазон мы сейчас находимся выше него то есть мы планомерно постепенно должны попробовать работать вверх и будем с вами работать именно вверх вот так вот поэтому здесь все очень просто то есть если это действительно был ложный пробой то цена не должна упасть ниже чем 107 95 и вот ниже вот это вот что ты тут самый шпилички 106 78 то есть мы не должны туда ниже упасть и двинца дальше вверх напоминаю что здесь есть стопы на них мы тоже с вами можно прокатиться 107 70 107 95 вот так вот 20 пунктов стопов почему нет с мы планомерно двигаемся двигаемся вверх и возможно увидим пробой стопов тут ничего другого не сделаешь если вот за скриншотчу чтобы на сайт отправить все эти картинки и пойдем с вами дальше вот уж интересно да графиков меньше а обзор длится дольше потому что рассматривать сами но вчера ничего почти не видели конечно все интересное такое здесь у нас топики то есть сегодня хорошо будет если мы с вами пойдем так тут вверх планомерно планомерно если окажемся внизу то есть вот здесь тут коллеги тут внимательно да то тут мы с вами уже будем присматриваться к инструменту вот пойдет он не пойдет дальше вот это уже будет в режиме онлайн так сказать сделано если что так это мы с вами оставляем посмотрим дальше фунт 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 что сделала за вчера фунт упал тоже как и какие какие все остальное давайте посмотрим сантимент как все непривычно вообще когда все новое кстати по евре сантимент не посмотрели здесь по идее выровнена ничего не говорит фунт тоже выровнен стакан цен на фунте выглядит примерно следующим образом ну тут все видите как тоже равномерно то есть как бы наторговаться наторговались но это я так понимаю диапазон вот этот вот вчерашний день то есть понятно дело что вчера на торговались каких-то конкретных там стопов а нет есть смотрите 1 0 1 25 20 они что-то там поспрятали 1 25 20 зачем то они здесь поставили стопы ух не знаю зачем это сделано давайте на них не будем обращать особого внимания 25 60 35 95 за этим хами есть стопы вот они у нас до располагается по логике вещей тоже можно с вами как бы двинца вверх давайте фич посмотрим и уже сделан какие-то выводы во первых изменилось ли чего-нибудь 56 минут нужно много да то есть самого начала мы с вами смотрим ну да накопили здесь много вот обратить внимание как здесь до быстро и резко собралось все это дело то есть тоже достаточно такой остановочный момент был вчера то есть мой раз сами здесь так накопились по итогу вчерашнего дня и что там пошли ну здесь я бы сказал что движение вверх то пока сильно рассчитывать не приходится я бы так сказал да наверное лучше по придержать в целом должны как бы подрасти но там столько много сопротивления но и падать тоже не особо тонны хочет потому что у нас вот здесь здесь какое-то сопротивление мы с вами в профиле видели давайте лучше на этот инструмент оставим он может как упасть так и вырасти и течение относительно короткого времени поэтому наверное мы с вами оставим это все дело в покое двигаемся дальше дальше у нас по плану канадский доллар USDCAD здесь сантимент ну вот такой смотрите до 63 процентов покупках наверное он должен упасть и рыночный стакан что он нам здесь покажет если в чистом значении смотреть то но особых тоже движение нету также как и на фунте но здесь уже понять по понятливее то есть но тут тоже люди на торговаясь вот в этом диапазоне то даже можно не мерить то есть торговля активно шла еще пока никто не по выходил кто-то находится в плюсе кто-то в минусе в основном все находится в минусе это понятно но 31 по прибыли тоже ни о чем не говорит так если сравнивать то мы фактически ничего не изменили у нас не было ни это обновлено у нас не было ни это обновлено то есть мы фактически ничего с вами сделать нового не сделали тоже ждем тоже лучше ждать потому что ну вот только разве что объем накопили его тоже видно сценарий точно такой же значит наторговались очень хорошо но в принципе ничего не изменилось по сценарию поэтому ждем того же чего ждали и и когда вчера какой-то инициативы ждем либо вверх либо вниз соответственно будем работать сейчас это нарисую чтобы было чтобы было чего отталкиваться и уже потом будем работать в принципе если допустим евро начнет расти то канадский доллар по идее должен заваливаться но так будет или не так честно говоря не знаю но тут много вопросов по нему но действует лучше безусловно после пробоя вот этих инициатив потому что ничего не изменилось опять же таки но наверное вниз это приоритетнее движение то есть сторону ослабления доллара наверное это приоритетнее но поосторожнее тут ко всему к этому так это канадские японцы значит японцы по итогу вчера завалились давайте посмотрим что у нас стакане творится так ничего сверхъестественного ну много кто она покупала находится в минусе да вот они здесь есть 115 25 получается они вот отсюда же сидят и рынок идет собственно против них продать особо сильно никто здесь так не успел так же купить по большому счету наверное вниз так пойдем чисто по стакану потому что ну просто толпы должны пойти и сантимента тоже должен быть примерно такой же да все верно то есть вот 68 процентов находится в покупках по состоянии на сейчас ну и понятно где они находятся то есть мы можем с вами посмотреть день находится вот они здесь находится в покупках 118 25 вот прям весь этот диапазон поэтому мы тоже сами здесь смотрим лучше вниз то есть в сторону в сторону против толпы 6g фич на японскую иену ну предлагаю посмотреть как распределяется объемы здесь обратите внимание что у нас здесь некий такой всплеск очень интересный поэтому внимательно будем не осмотреть принципе если доллар ой доллар иену смотрим вниз фичер смотрим вверх я думаю понимаете здесь получается смотрим вверх в принципе если тут даже профиль такой знаете вот чисто там вверх как должен двигаться я обращаю ваш внимание вот эту штуковину но вот эту и на вот эту штуковину я обращаю ваш внимание мы можем приехать откатить сюда можем приехать то есть сюда но основное движение туда в данном случае вверх поэтому здесь будем рисовать картинки по тренду и работать собственно по тренду где сопротивление 114 ровно 114 10 да назовем это так и вот 114 40 114 55 то есть мы в принципе должны двигаться двигаться туда да значит и еще хочу посмотреть на чего стопы там где-то были стопы мы тоже на них наверно сможем поработать это надо мне стакан включить да вот они находятся под этой шпилькой стул 1345 то есть под этой шпилька немножечко и собственно чуть дальше 112 50 но это уже далеко еще стопы стоят то есть те кто покупали сейчас поставить туда стопики и там будет импульс и там мы с ними будем работать так все же работаем по тренду работаем вниз ждем отката сюда либо сюда и там и там рассчитываем на продажу и там и будем продавать ну и принципе обновление минимума тоже вполне то есть вот этого вчерашнего потому что там стопики стоят австралийц австралиец в принципе ничего не сделал такого критичного по итогам за вчера каких там особых движений не было давайте посмотрим только по нему сантимент и стакан и будем закругляться потому что время уже много вот работа еще больше да значит ну вот так вот выглядит стакан 27 находится в прибыли это мало на торговались по итогу вчера здесь да получается что вчера на торговались но если смотреть чистое значение то очень много людей кто продали сейчас находится в минусе ну понятно да 72 процента находится в убытках это много и по идее их тоже могут выносить как выносить 74 90 до низ то есть вот здесь заряжались 74 90 вот здесь заряжались в действует сидят продавцы согласно этом стакан заявок здесь сидят продавцы точно вам скажу и что тоже говорит отчасти о предстоящем движении вверх давайте посмотрим и прикинем что мы там можем сделать он в принципе не изменился картина по большому счету не изменилась мы тоже можем смотреть вверх по этому инструменту побольше дней и потом наверняка флэт везде то есть мы вот так застряли накопились очень много у нас объема постепенно поджимающие да вот такие вот здесь что-то вынесли вы здесь что-то вынесли проблема в том что покупать тоже очень страшно тоже тут и сопротивление тоже очень много вот поэтому для консервативности наверное лучше дождаться когда инструмент выйдет вверх и после этого уже работать то есть мы будем ждать вот такого цена то есть обновление максимума 076 10 вот такой вот ну и вот у нас поддержка на 70 495 на 70 515 да и вот в таком формате мы с вами будем работать пробьет вверх и всего из этого инструмент скорее пробьет но должен судя по картинке тоже пробить скорее вверх то есть это будет еще круче в сторону ослабление доллара некоторые могут сказать что вот типа ослабление доллара не совсем фундаментально ну даст не совсем фундаментально но тем не менее так рисуются картинки я ничего с этим поделать не могу так распределяется объемом и я привык работать вот именно с ними именно так как они собственно говоря распределяется основной сценарий пробой вверх откат и движение дальше вверх не факт что это сценарий сегодняшнего дня вот но я забываем о покупках случае если собственно прям проваливаемся здесь и уже рассматриваем возможность с продажей разобраться но так тут выглядит рынок все основные пары посмотрели значит новозеландский доллар не посмотрели на взятки доллар добавим попозже вот сейчас не смогу добавить потому что ну честно говоря времени нет и системно немножко восстанавливать поэтому на этом коллеге все да большое спасибо за внимание до встречи завтра в этом же самом формате